Сэйрам, 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 Сэйрам. Сэйрам, сегодня 27 апреля 2019 года. Мы уезжаем. Мы уезжаем. Да, она объясняет, что он упал. Уезжаем надолго, поэтому я разморозила холодильник. Всю еду отдали из холодильника вот сюда, вот нашему Вочму, на его жене. Она была очень рада. Ну как еду, всё там. Мука, овощи, фрукты, какие-то баночки. Всё, всё, что было, всё отдали. Баст говорит. Да, но мне вовнутрь теперь надо. Ты же не залезешь теперь. Где ты, Лаки? Лаки, выходи, прощаться будем. Где Лаки? Лаки где? Нету его. Да? Я хотела с друзьями попрощаться. Они вперёд уселись. Мусор надо выкинуть. А мне велено держать чемоданы. Это теперь наш любимый водитель. Сейчас будет кидать, наверное, как баскетболист. Ну да. Молодец. Маша так радостно. Ручками. Девять вечера. Сейчас девять вечера. Посмотрим. Я в такое время не гуляю. А народ-то гуляет. Гляньте-ка. Помните, да, этого водителя? Чё такое? Помните этого водителя, который помогал нам на дни рождения? Очень творческая личность. Он ещё и сантехник. У нас вчера забилось. Сток. Его вызывали. Он ко всему относится очень творчески. Что-то на рождение нам организовывал. Что? Раздачу сари. Что? К ремонту. Так, девять. Значит, ой. Девушка опять, которая юноша. Ещё одна девушка юноша. Матерь Божья. Крупненькая такая. Откуда у нас столько хиджера? Хиджера появилась. Ну, вообще оживлённая такая жизнь. В 9.30 закрывается ажрам. В 9.30 и жизнь становится тише и спокойнее. Мама, дорогая, смотрите. Вот наш любимый дедушка только возвращается с работы. Да, мой любимый папа. Да, он даже пешком, Саши, говорит. Он не тратит деньги на рикшу. Он говорит, каждый день он меняет деньги у кокосового парня. Говорит, он отдаёт ему мелочь, а тот ему даёт большие деньги. Ну, у каждого свой бизнес. Финансист говорит, ой, I don't know, дарлинг, I don't remember. Дети бегают через дорогу. Опять на вторую платформу приезжаем. В начале сложное дело переговора. Вот с той повозкой. Не сговорились. Главное, наш водитель договаривается на своём языке. Нет, договорились вроде. Саши вообще молчит. Молодец наш водитель. Я хочу, чтобы вам дарить одну. О, реально? Да, реально. Какая-то дарить? Ты мне дарить одну, а я тебе дарить одну. Хоча-хоча. Саптики? Хорошо, саптики. Хорошо. Приезжай, говорит, в следующий раз я тебе что-то подарю. Спасибо. Сайрам, спасибо. Спасибо. Спасибо, спасибо. У нас много воды, дарлинг. Я дарю всю воду. Всю. Две минералочки и ботермилк. Тихо, не шумите. Люди спят. Когда садится, в море пыль. Мама, я буду работать с тобой. Давай, ага. Будь осторожным. Нет, он будет. Он пойдет с ними. Похромает, вернее. Где номер 6? Давай, я не буду садиться. Со мной. Где авовагон? Это конечно. Угу. Это микрофон. Помните, в тот раз тут поезд стоял грузовой. Мы обходили, обходили, обходили. Ты все-таки... Только не прыгай, окей? Мама, ты будешь прыгать? Ты будешь прыгать? Ты не прыгать. Делать ручку, как стон. Иди давай. Ладно. Ты хочешь, чтобы и я прыгал? Да. Ну что вечно за идеи у тебя, Саши? Тогда и я полезу. Мне тоже. Давай. Что такое? Муж и жена? В общем, парочка. Баранда ярочка. И я полезу, да? А что? Рыжая что ли? Упс. Да. Пошли. Это еще его ушибленная нога сдерживает. Да. Научил плохому. Что говорит? 30 ступенек вверх, 30 вниз. Там еще идти. Да, калории еще тратить не хватало. Я скажу маме, что ты научишь мне плохие вещи. Я маме скажу, ты меня плохому учишь через пути перелезать. Что, папа, enjoy? Я тебе сказала, иди. Иди через верх. Не плохо. Не плохо. Что с твоей стороны? А они тоже не стали обходить. Они тоже багаж вон перенесли, да и все перекинули. Плачу. Он говорит, я им скажу, что 50 заплачу лишних, но чтобы они нас вовнутрь, даже 100 заплачу лишних. Но главное, чтобы они нас вовнутрь запихали. Это будет гарантия, что нам не надо будет бежать. Потому что поезд останавливается только 2 минуты. Это что имя? Раджани. Какие километры? 100. Дели. 2200 километров и 30 часов. 30 часов. Обычно Карната Кэкспресс 36 часов, но Раджани более скорой. Молодцы, ребятишки. Правильно. Нет, не хотят они 50 лишних рупий. Они хотят свои деньги и идти ждать новых пассажиров. Сговорились, короче. 100 лишних рупий. Решили проблему. Уже проголодался. Не поужинал. Вы не едете динамом, но сейчас вы голодны. Сейчас есть яйцо. Нам еще целый час. А мы еще ждем 1 час? Да, не плохо. 1 час? 1 час. Ага, ага. Что там? Что там шумит? Грузовой, что ли, едет? Наш опаздывает поезд на 40 минут. Безобразие прямо. Ну да, грузовой. Чего везете? Длинный. Long, long. Да, да, да. Я помню, да, был такой длинный тут поезд. Я, говорит, даже свои тапочки потерял. И это был холм с камнями. Сбирались. Саши, прекрати. Go home. Папа, go home. Ну, хорошо бы, говорит, здесь путешествовать, взять свой матрас. Раз. Just stop 1-2 часа здесь, наверное. А если... Ты сейчас с этой ногой даже не успеешься... Подскочить. Давай, назад, come back. Come back to mama. I'm here, I'm here. I'm here to mama. I'm here to mama. 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 Начал бутылочку кидать в урну издалека. Говорит, я в баскетбол играл. Ему не сидится, как маленький ребенок. They ride here. What they ride? Auto-grade. Auto-what? Like machine. For real quality. Maybe they put some... You know, when they make car, they put body. That's kind of steel. Auto-grade. Auto-grade. Yeah. Steel. Steel. Да. Сталь. Carnatica Express. Пришел раньше. Ну, он тоже с опозданием, но раньше нашего. А в деле он придет на 6 часов дольше он будет идти, чем наш поезд. Хотя, что это у нас за скорый такой поезд, который уже тут между нами 3 часа. Бангалором. Ну, 4. А он уже опаздывает на час. Все это за скорой. Ресторан. Вагон-ресторан, да. Да, да. Ну, вот тот был, тот был в ресторан, да. Они только спят сейчас. Проснутся рано утром и пойдут готовить. Все спят. Это вот слипер-класс вагона. Окна открыты, жарко. Обычно, когда засыпали, мы закрывали окна, потому что ночью было холодно. А сейчас ночью не холодно. Опоздал ровно на час. На 59 минут. 25, 25, 28. Вот он, Раджани. Он весь air-condition, без слиперов. Royal Life, да. И он с едой. Еда включена в стоимость билетов. То бишь, нас будут кормить с утра до самого вечера. И потом опять. Вот видите, ресторан готовят. Да-да, у нас шестой вагон. Он немножечко промахнулся. Ну, в принципе, почти, почти угадал. Ну, стоять будет всего минуты. Поэтому Саши и сказал, что он будет доплачивать, лишь бы нас запихали в этот вагон. Нету времени, надо пройти через другой вагон, говорят эти, как их кондуктора или что они, проводники. Давай, мы отпустили, расплатились, отпустили, чтобы он тут не уехал с нами. Маля, служба, да? Да. Покетно, вот, дай, помогай. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Большая станция подходит. Всем доброе утро. Сегодня 28-ое. Хайдарабад? Да, 7 лет. Семь лет. Так, сейчас подождите, разберемся, какая станция. Хайдарабад, если нет. Секундарабад какой-то. What time now? 8.30. 8.39. Секундарабад. Ой, мама дорогая, сколько же людей-то сейчас сюда придет. А у нас вот эта первая часть вагона была заполнена, а вторая часть вагона была полностью пустая. Вот, наверное, для них были билеты зарезервированы. Очень хорошо спали, такая идеальная температура. Давно у меня не было в жизни идеальной температуры. Чуть-чуть прохладненько. Мой этот, бриллиантовая рука, костяная надо. Потом ему перебинтую, помажу заново, что там его друг сварил ему маслице какое-то с травками. Там подкинула вот эту коробку, коробка подкидыш. Ребята ее наверх закинули, огромную коробку. Мы пришли, все было занято. Еле-еле запихали свои чемоданы. Один не запихался. Получили газетки все. И говорит, смотри, какие дешевые кондиционеры. А где цена-то? I don't see, darling. Where is price? Где price это? А, они все, короче говоря, за 24-25 тысяч. Ну да, нормально. Если смотреть, что мы там за 50 покупали. Ой, покупали, смотрели. Сегодня Пасха. Поздравляем всех с Пасхой. Воскресенье. Саша мне вчера говорит, хочешь, я тебе принесу яиц. Покрасишь поезд, возьмешь. Я говорю, дополнуться они тут все. Тем более я не постилась. Ду не несут. What time now? Now is 10 after 9. Да, 10 минут 10-го, еду еще не несут. Саши помитинговал с молодежью. Спрашивает, вечь или не вечь. Мы хотим нон-вечь. Нон-вечь это у них омлеты. Омлеты. А вегетарианское это овощи, наверное, пури. Вот такой хлеб. Баттер. Помада. Вот какая-то вот конфетка. Молоко. А у меня сойни с кафе. Я растворимые не пью, но вот беру в это в поездке. Это мне еще уличка с Испании привезла много таких пакетиков. Ну и сейчас посмотрим, что же у нас такое. Ага. Вот там ледь. Вкусно? 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 Да, вкусно. Так, что-то под ним. Что-то должно быть под ним. Картошечка и горошек. Очень вкусно. Очень вкусно, хорошо. По-моему, они на бумажные перешли. Из пластиковых переходят на более экологически. Чистую тару, которую потом утилизировать легче. Потихонечку, потихонечку. Молодцы. Я ему говорю, они чистили, смотрите, похоже прямо даже на обои. Они чистили этот вагон, наверное, из шлангов изнутри водой. Но они еще дезинфицируют, там газ, все такое. Ну, я когда стала ему вчера постель эту заправлять, вот там, ну, такая вот бортик. Я под этот бортик стала простыню засовывать. Смотрю, мокро, все везде мокро. Думаю, наверное, кто-то что-то разлил на его сиденье. Потом стала свое заправлять, тоже мокро. А сейчас смотрю, не пылинки, не соринки. Все чистейшее вообще, стерильное. Значит, вагоны у них моют вот так вот. Вот так вот. Это хорошо, это плюс. А я новые очки с собой взяла. Хорошие очки. Вначале сделал мне вот неправильно. Он мне сделал, как у Саши. Покажи мне твои очки. Show me your glasses. Ну, yes, покажи мне. Саша дал им образец. Что они такие грязные-то? И у него вот, видите, вот там полстекла одного. Вид до полстекла для... У него новые с собой. Чего они-то старые таскают. Для вдали, для вблизи. И мне так же сделали. Мне вот это разделительное полосу ужасно мешало. Я говорю, я такого не заказывала. Меня даже не спрашивали. Он говорит, наверное, он посмотрел мой образец. И сделал обоим. Побежал, отдал, заплатил. Нам сделали быстренько перед отъездом. Давай, надо вытереть. Да. Давай. Сейчас будем его ножку ремонтировать. Заберут подносы. Будем его перебинтовывать. И мазать вот этим вот ойлом. Вот там что-то такое замечательное. Его друг сделал для него масло горчицы, по-моему, или имбирное масло. И плюс какие-то травы туда насыпал. Это вот он все новости мне читает. Мы поели теперь. И можно почитать. Он свое, я свое. И, говорит, 12 человек сейчас от жары в Андропрадиш умерли. А я читаю то, что мне Наташа подарила. Книжку Джон Галтвейн. Очищение сердца. Вот Джон Галтвейт. Второе издание Амрита Русс. Сейчас я вступление прочитаю. Джон Галтвейт. Американский психолог. Специалист по надличностной психологии. Принявший сам священника. Долгие годы он стремился к познанию себя и природы реальности. Изучал основы религии, физику, философию, йогу. Работал психотерапевтом. Освоил практику дзен-буддизма в Японии. И в течение многих лет занимался ею. Пока в 1981 году судьба не привела его к Шри Сати Саи Бабе. Который и стал истинным его гуру. Восприняв учение Аватара под его руководством. Он разработал духовную практику очищающего сердца. В ней успешно сочетается западная психология. И древняя философия единства Упанишат. С ее помощью можно избавиться от мирских привязанностей. Закрывающих наши сердца. Чтобы они открылись для нашего истинного Я. Любви и сострадания. Вы научитесь как устранять причины, вызывающие гнев, депрессию, болезни. Как освободиться от различных желаний. И обрести контроль над чувствами умом. Вы сможете осознать, что тот мир, который вы считаете внешним и отдельным от себя. На самом деле, ваше отражение, зеркало, предназначенное указать вам путью к Богу. Вы откроете для себя, что все ваши успехи и неудачи, отношения с людьми, бедствия, желания, болезни, чувства, сложности. Одним словом, весь опыт, через который вы проходите, становится для вас учителем любви. Перед вами второе издание книги, расширенное и дополненное по просьбе читателей. А я знаете, что делаю? Если такая книга духовная мне нравится, я иногда, ну, закрою глаза, говорю, какую мысль сегодня мне нужно подумать, на что-то обратить внимание. Может быть, и вот сейчас вот я с утра уже ткнула пальцем и ткнула прямо вот в слово «почувствовать». Вот читаю это предложение. Действительно, почувствовать эффект от мыслей, закрывающих сердце, часто необходимо перед тем, как позволить им уйти и открыть сердце для прощения. Также для преодоления привязанности к мыслям, очень важно осознать, то, что вы видите в другом человеке, и из-за чего закрываете перед ним свое сердце, является отражением того, что есть в вас самих. Саи-баба говорит, вы видите, слышите и чувствуете очень многое в этом мире, но все это только противодействие, отзвук, отражение вашего внутреннего существа. Все, что вы видите во внешнем мире, на самом деле часть вас самих. Ура, ура, ура. Все, убираем, давай. Ледж-камин. Так, что там сегодня дают? Говорит, мальчишки там смотрят на сайте или созваниваются с кем-то. Харнатока-экспресс выехал из Дели и в Бангалор пришел с восьмичасовым опозданием. Вот он. Ньюспейпер. Ну, давайте посмотрим, что у нас там есть. Сейчас открою. Видишь, уже гулаб джамун. Хорошая весть. Ну что, отчитываемся. Хорошего аппетита. Хорошего аппетита. Хорошего аппетита. Три чиппати. Горячих. Три чиппати. Ну, хватит ворчать. Ворчит и ворчит. Перчоненько. Панир-баттер-масалан. Дал. Вот такой дал. Рис. Овощи. Пиккал. Ну и думаю, потом дадут опять чай, наверное. And later they will give you chai. Да? Приятного аппетита. Обед такой плотненький. Здорово. Много всего. Донесли еще кёрт. Йогурт. Йогурт не сладкий. Welcome. Ой-ой-ой. Вот. Be careful not fall down. Да ладно. Better put one coffee here. Хорошо. В нашей жизни сегодня ничего особенно интересного, кроме еды, не происходит. Мы даже на станцию не выходим. Вот так. Едим, спим, едим, спим. Сейчас будет чай. Вот тайнау. Нет. Кексик. Кетчуп. Там, наверное, самоска. Пирожок какой-то. Чай, сахар. И молоко. Перекусный большой. Полничек. Ну, у меня будет все-таки кофе. Пока еще можно, я думаю. Вот такая штучка. Вот ней. Качори. Не перченая, говорит. Нормальная. Вот там что-то такое. Ну, к ней вот как раз томатный, томатный кетчуп предложили. Послание от Тамары. Послание от Тамары. Поздравление с Пасхой. Она уже в России, в Красноярске. Тамара. Рисует прямо на газетке. Так красиво. Лицо женское. И мы тебя любим, Тамарочка. Последний прием пищи. Ужин. Часов восемь, наверное. I think I took love, да? Сейчас посмотрим, чем нас будут кормить. А потом будем спать. И начнется завтра. Шугар, I think. I don't know, шугар. Ну, вот что. Овощи. Дау. Дау. Хороший дау. Молойков-то вот такие фрикадельки. Картофельно-панировые. Рис. И горячие-горячие лепешечки. Ну, там соль. И вот как это? Пиккл, да? Пиккл. То, что мы с Сашей не едим. Ну, можно попробовать. Я сейчас куда-нибудь в рис его покидаю. Попробую. Окей. Good night. Спокойной ночи. Делать нам нечего. Будем спать. Он деньги приготовил. Сейчас пройдут официанты. Попросит, если понравилось обслуживание, чтобы немножечко им денежек подарили. С ветрим. Давай, пока. До утра, до завтра. Всем. Доброе утро. Сегодня 29 апреля. Настал еще один прекрасный день нашей счастливой жизни. И мы приехали в Дели. В Дели на Низамудзин. Эта станция называется. Низамудзин. От Бангалора до Дели. Вот до этой станции. 2380 километров. На пятую платформу прибываем. Поэтому нам с нашим багажом сейчас нужен помощник будет. Сашель нашел помощников, с которыми сейчас будет договариваться, сколько, что, почем. Тот говорит, пошли. А этот говорит, нет, давай сначала договоримся. Тот говорит, пошли. Потому что потом окажется дороже всех внутренностей чемодановых это перетаскивание. И так всегда. В Дели они могут и тысячу зарядить. Ой-ой-ой-ой-ой. Осторожно. Саши-то еще какой здоровой. Мамочки. Я с двумя портфельчиками. Вот это пакетчик. Чемоданчик. В общем, договорились на них за 100 рублей единица. Один чемоданчик. 300. Теперь надо с таксистом договориться. Тоже это все экспрессивно. Мне, конечно, без него так не по силам. Я на любую цену соглашаюсь. Да и все. Видимо, не сговорились. Видимо, не сговорились. Убежал наш таксист. Ты мой золотой. Давай лапку. Помогу. Давай. Нет, договорились. Окей, Дарлинг? Ты из такси-драйвер? Мамочки вон. 350, говорит, я договорился нам доехать до Мейн-базара. Делегация в одинаковых ярких шапочках. Так, мне можно уже садиться. Ну, не, не 20. То, может, 25. Ой, лишь бы поспорить. 6.15 утра. Давай, проверим в гугле. Он лучше знает. 27 градусов, я тебе говорила. А ты 20, 20. Почти 30 уже. Ну, рядом с вокзалом это нормально. И вообще столица же. Такая толпа и должна быть. Поезд опоздал всего на 5 минут. Мы ждали платформу. Тот час, на который они приехали к нам с опозданием в Ангалор, он наверстал в пути. Вот тут вот стоят велорикши. Тоже сейчас поедут на работу, да. А где же сами рикши спят? Тоже наверняка где-то тут вот так вот на обочинке и спят. Приезжают из деревень, арендуют рикшу, платят хозяину. И, естественно, им... Ой, запах тоже соответствующий. Им не до гостиниц. Может быть, сходят, там есть платные души, туалеты, души. Может, на вокзале помоются. Почему машинку не эвакуируют? Она сожглась? Угу. Ой, сколько у Саши энергии, несмотря на ножку раненую. Уже чему-то возмущаешься. С утра. Меня призывает возмущаться. Как хорошо, что я плохо знаю английский. Я сразу глазами хлоп-хлоп говорю. Я не очень понимаю. Птички. Саша говорит, нам надо такое место для птичек в путапарте. Да, в Ашраме там запретили их кормить. Ну, правильно, отмывай потом все. Сколько он навешал багажа. Даже его самого не видно. Ага. На обычный байп. Пробежками занимаются люди. Короткие стрижки, может, военные. Вот сейчас проезжаем. Индия-гейт, ворота Индии. Здесь ворота Индии. Ну, а там здание парламента и президентский дворец. На таком маленьком пятачке люди спят прямо в повалку. Человек 15. Может, им так не страшно? Проезжаем. Папа. Проезжаем. Проезжаем. Автобус с детками. С школьной. Так рано. Везут в школу. Семи еще нету. Ну вот, мы почти приехали. Народ уже проснулся на Мэйн-базаре. Умывается. Развозят вон яйца. Сейчас будут делать омлеты. Кто-то уже сок продает. Потом все это подметут. Огонечек вон разводят. Готовят что-то. Коровушки вышли пастись. Чем тут пастись? Пластиковыми пакетами что ли питаться? Корова. Вон. Матушки. Бедные. Хромают они. Не следят за ними хозяева. Не ухаживают. Ну так, чистенькая вообще, конечно. Но не сильно, наверное, лечат. Живут как хотят. Бананчики. Манго. Выпустите нас, пожалуйста. Ну вот это площадь. Возле отеля. Лорд Кришна. Узнаете, наверное, кто здесь часто бывал. И даже кто один раз тут бывал, наверное, уже не забудет. Вот он, Лорд Кришна, который сейчас... Ой-ё. ...принадлежит. А это самостоятельная коровушка. Не пошла в группировку. Вивек отель. Надо будет проверить, открылись рестораны на крыше или нет. Вот отсюда мне, Саши, приносят омлетики. Сейчас, наверное, опять надо будет его послать. Бана, ресторан. Это его друга. Панорама. Ресторан. И вот наш Харе Кришна. Мы его любим за быстрый интернет. И вообще, Саши здесь часто просит, чтобы нам сохранили комнату на первом этаже. Мы ее тоже очень любим. Майн кэрибэк, юбринг? Ага. Хорошо. Сэрам, намастэ. Доброе утро. Доброе, доброе. Ага. В общем, они нас не допоняли, что ли. Саши звонил менеджеру, просил вот эту комнату оставить. А они говорят, что она уже сдана. Он говорит, я даже согласен платить за день, который мы не живем, чтобы, если она сейчас свободна, мы ее уже займите для нас. Потому что нога болит же, а у них нет лифта. Он говорит, ну, пошли тогда в другой отель, где есть лифт. О, подсолнками обзавелись. Ну, очень жалко. Пошли. Они говорят, ну, посидите денечек в другой комнате. Один денечек, а потом мы дадим вам нижнюю. Ну, пошли. Если Саша согласится, мне все равно.